я вас приветствую сергей иванович приветствую наших зрителей друзей и не друзей вот сегодня у нас 16 июня два дня прошло после поездки в киев в указалезницу теперь наверно какие-то виводы отложились расскажите о них виводы вы бачили все те же нас уважно спостерегают вчера два выставленных ролика как видно как входные двери патух залезницы даже решетками закрыть и так бояться народа что ну что чтобы не випадково не прорвались хозяева страны чтобы не прорвались в середину свое примещение а вы начнете крошить и убивать мы только начали идти сразу нам три кордона поставили этих космонавтов спереди нацгвардия нацгвардия полной выкладки там пацанова молода но все равно все равно сила есть как срочники значит что яка ситуация зараз я не могу связаться с чему-то и с лошком и с козельским они стоят уже другу ночь и в две ночи уже переночевали в киеве холодно выставлены палатки сейчас их меняют одни люди идет ця акция циклична значит вона безстроково а сколько приблизительно у них от ночи сегодня до 30 оси сев там дежурно это хорошо да уже вон и бочку там подкотили покрышок нанесли двух залезницы чай греют якость я не знаю там на чему они на дровах на покрышках то что такая холодина страшна примечения не впускают даже туалетом не дают користуватись то есть да нашли мы уже и кущи хорошие и липа там росте чай варить можно и то есть они уже обосновались человек привыкает к всему ну в чем ситуация я дивлюся на наших взагалі звертаюсь до вас залезничники с таким питанием что я уже вас скільки призывал скільки можно спать спать не надо давайте что-то робить а может они по 12 часов работа по 12 мы все и працуем по 12 часов мы значить будем я говорим з деякими нашими локомотивными депочленскими організаціями и товарищами мы багато осталось что будем мабуть на наступной неделе бо хлопцы я бачу серйозно сидят бальцунный рок-гидарист пообещав что зустрянется в наступную середу и с ними у него другого часа немае чтобы провести бачу что такая ситуация ситуация напружена и все равно он мабуть его концерты сейчас у него немае часу просто проверяет выдержка выдержка будет выдержку он побачит с понеделка мы будем проводить правковый понеделок приймать решение кардинально если до этого часа не будет решения никакой проблемы то мы повторим то что мы повторили 28 березня только это уже не на 12 часов мы будем стоять до тех пор пока мы не поставим подпис под тим чтобы поднять зарплату залезничникам на 100% призвести значит рабочие места до умов как соответствует технике безопасности закону про охрану прации будем стоять на гнем он думает что он самый умный самый грамотный и кучерявых хлопцев тоже на гнем и державой керуют не будет геноциду над украинским народом так что давайте хлопцы думайте и работе потому что их заставим что будет костя живаго за руду платить нормально за перевозку потому что если уйдут машинисты мы на переговорах когда ходили это раз 14 числа ну обратно жилько марчик там и начальник службы безопасности я им сказал что ну хлопцы что вы делаете у нас уже ушло 30% через два месяца еще уйдет 20% на заработки в евросоюз подадутся залезница станет сама по себе не будет кому везти костя живаго будет гужевым транспортом перевозить свою руду и ахметов и другие и третий десятки тому господа олигархи разкошелюйтесь хватит залезницу надо поддерживать а вы думаете что мы на шару будем возить вам та нет мы тоже гроши любим нам тоже надо за что-то семьи содержать и тому подобное я призываю залезничников значит только мы начинаем информацию вы получите как и не ломать засоби массовой информации практически мовчать ну там зрозумяло что они все куплены там куплены хотя это было навалом да то яхметова то и порошенко то и коломойского и так далее и кому что скажут фастой тудей гавка я в конце концов у нас буквально два дня назад уехала комиссия з безпеки на транспорт яка проверяла локомотив на дипокременчук они ужаснулись в каком стане наши локомотиве тому мы будем начинать подхватывайте не спить спячки не будет уже вас або обдеруть до липки и не додумайтесь сюда кто то ехать там например полтава основа чи знаменка в кременчуге еще кто-нибудь ваши локомотивы мы осмотрим тоже и вы назад не поверните с них вы будете стоять и кукарикать под поездами до того часу пока вам сало привезут або змину привезут ну с кременчуга вы не выйдете все мы будем делать по пте будем работать значит по инших инструкциях и по закону по охорону все локомотивы напад у зе є несправни все вагоны напад у зе також є несправни тому значить ось я з поля бою козельский звоню мы сейчас будет интересно звязок володя сейчас на баттв я призываю залезнички взять участь у технічному страйку сейчас я включу громкую гучне в телефоні виступи вискаешь перед камерой як ситуация на передовій у нас находится сейчас хвилинку давай так уж давай говори говори звязок телебачення да да пожалуйста заходите палатку пожалуйста рассказывайте как обстановка я всіх витаю в тумночую сейчас ветер пикет продолжается продовжатися безстроково всередині переговори згодом правління згодом правління з приводу висваних вимог ми зараз розказали по всей Україні підписний листі з приводу підтримки наших вимог зараз всі будуть уснятися підписувати і збираєм тут на підхіді з наші членські організації і витамні організації компетерації бідних польського року країни теж будуть нас підтримати діаграмами на Гройщина на Бальчуна може все буде продовжуватися ми не здамося поки ми не доводіємося своїх вимог хто нас може будь ласка підтримайте підтримайте ми стоїм не тільки за свої профсоюзники ми стоїм за свої заразнішники щоб получили достойну заразну плату добре Володя, скільки вас там зараз? ну зараз у нас пікет ми будемо збирати на другий день місяць і не хочемо озвучувати дуже добре, добре так, а в нас зараз достатньо людей щоб пікет тримати цей добре Володя, добре, дякую, дякую Держите, просимо нас підтримати дуже просимо підтримаємо, чекайте на днях на днях ми підтримаємо добре, я думаю добре добре це Володимир Козельський голова Вільної профспілки залізничі України давав інтерв'ю з передової, де вони знаходяться у патук залізниця у центрального входу вже треті сутки, можна сказати, вони там знаходяться по цьому питанню так що я призиваю залізничники, хватить дрімати він дійсно сказав ми не за свої шкурні інтереси ми такі самі, нам нічого не треба нам треба, щоб людина отримувала хороші гроші і щоб вона, значить обезпечила свою сім'ю і щоб була забезпечена безпека як власного здоров'я залізничників так і безпека тих людей, які ми перевозимо і тих вантажів чогось зараз ми не бачимо така масовість, зараз пішли проїзди сигналів масові, значить аварії на залізниці тому що нема людей людина не жалізяка їх загнали в хомут щоб тягли ті, що залишилося воно не добиває і тих людей воно ж усе стане зрозуміло, Сергій Іванович добре тобто новості у нас будуть і дуже скоро з передової новості будуть другий фронт відкривати другий фронт будемо відкривати англійці, американці, так і ми відкриваємо з цієї сторони почнемо в облогу брати цих всіх у нас не політична організація ми не політичні лозунги бо там деякі нам лжепатріоти закидають що ми і під москалів і під когось то ще москалів теж люди так що ми туди не лізимо ми організація проспілкова моя душа і серце лежить за залізницю на якій я відпрацював 37 років а хто той більше і розвалюють якісь неуки яких наставили туди що їм нічого лиш би хапануть побольше урвати і уїхати ну воно ж не безконечно не бывает хорошо ждем нових сообщений до свидання